Пошёл. Книга для Слова Божия нет уз. 2 Тимофею, 2 глава, 9 стих. Авторы священник Николай Балашов и романах Нафанаил, в скобках Судников. Предисловие. Все документы, предлагаемые читателю, связаны с одним человеком, Лапкиным Игнатием Тихоновичем. Но не он главный герой этой книги. Главный герой – Слово Божие, проповеди которого посвятил свою жизнь Лапкин. Слово Божие живо и действенно. Евреям, 4 глава, 12 стих. Поэтому проповедь о Сыне Божием из уст Игнатия Тихоновича никого не оставляла безучастным. И перед читателем открывается как бы 47-летний срез российской истории с неожиданной стороны. открывающей отношение ко Христу самых различных людей, властей, церквей. Отношение это было самое различное. От восторженного желания помогать и содействовать, до злобного, ненавидящего желания уничтожить, заставить замолчать. Кто только не противился проповеди. Советская власть, КПСС, КГБ, некоторые епископы и священники. Но чем больше они воздвигали препятствий для слова, тем более широко оно распространялось. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. Деяние 8 глава 1-4 стих. Читатель увидит, что ни безбожная тоталитарная власть, ни тюрьма, ни гонение православного духовенства не могут стать препятствием к благовествованию Царствия Божия. Что только не делал враг для того, чтобы заглушить проповедь. И в годы советской власти, и во время перестройки, и в нынешнее время. Но свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Иван Глятиана, 1 глава 5 стих. Впереди православных неминуемо ждут гонения, тюрьмы, ссылки. Причем может быть в очень скором будущем. Поэтому предлагаемый сборник материалов может стать незаменимым пособием для каждого, кто захочет, несмотря ни на какие жизненные обстоятельства, остаться истинным христианином, ревностным, горячим и трезвенным учеником Христовым. Кроме того, в книге изложен опыт создания и жизни детского православного лагеря Стана. Опыт возрождения полностью уничтоженной коммунистами деревни на православных и исконно русских традициях, а также многие другие стороны православной жизни. Ирмонах Нафанаил, Судников, февраль, 2002 год, Барнаул. Книга первая. Магнитофонизация всей Сибири. От составителя. Как появилась эта книга? После того, как Игнать Тихонович Лапкин вернулся домой из лагеря. Друзья упросили его рассказать о 15-месячном пути от ареста до выхода на свободу. Да и сам он чувствовал потребность поделиться приобретенным опытом. Из этих рассказов вышла вторая часть книги. Тюремные воспоминания Игнатия вызвали у многих читателей живой интерес. Поэтому друзья стали просить его восполнить их рассказом о более ранних событиях. Постепенно из разных отрывков сложилось повествование, составляющее первую часть этого тома. А в третью часть вошли некоторые письма Игнатия, написанные уже по возвращении из заключения. Приложение включает приговор суда, акты тюремной психиатрической экспертизы, показания свидетелей на предварительном следствии, протесты, посланные в суд и прокуратуру и другие документы. Игнатий никогда не возражал против любого использования его писем верующими. Была бы душе польза. Таков его обычный ответ. Поэтому мы решили, что не погрешим против воли автора, собрав все эти тексты вместе. Надеемся, что верующий читатель найдет здесь и поучение, и пищу для раздумий. А будущий исследователь нашей нынешней церкви, церковной жизни, обнаружит в этих записках ценный материал. Мы включили в эту книгу в сокращенном виде и небольшой самиздатовский очерк о сибирском магнитофонизаторе, написанный вскоре после его освобождения. Полностью он был помещен в бюллетне христианской общественности. Номер два. Магнитофонизация всей Сибири. Таков полушуточный девиз миссионерской и просветительской деятельности Игнатия Тихоновича Лапкина, православного христианина из Барнаула. 28 марта 1987 года «Досрочно освобожденного по указанию Президиму Верховного Совета СССР из уголовного лагеря ЖД-158-3 в казахском городе Жанатас. Проповедь Евангелия свидетельствует о духовном богатстве православия, библейское просвещение верующих, сплочение их в стойкие братские общины, в которых каждый жертвенно служил Господу, как и чем может. Вот основные направления миссионерского служения Игнатия. Библейский фундаментализм, старообрядческая приверженность к уставу и регламентации жизни парадоксальна, но как-то очень органически сочетается в нем с открытостью, непредвзятостью суждений, а порой прямо-таки пророческим дерзновением. С этим столь непривычным для нас сибирским самородком можно в чем-то соглашаться или не соглашаться, но нельзя не признавать его право говорить то, что он говорит. Позиция Игнатия родилась не в ленивого разговора за чашкой чая. Она действительно выстрадана до крови. Соответствие слова и дела Игнатий засвидетельствовал еще прежде своего тюремного и лагерного исповедничества. Игнатий и его друзья самый яркий из известных мне примеров аскетической жизни. Речь идет не только о продолжительных молитвенных правилах и дисциплине внутренней. На питание семья Лапкиных Игнатий и его жена Надежда расходуют около 20 рублей в месяц. Кирзовые сапоги да дешевая рубашка, перехваченная пояском. В другом виде я не встречал Игнатия ни разу. Зимой фуражка заменяется на видавшую многие виды ушанку. Добавляется ватная телогрейка, многодневные поездки, только в общем вагоне. А все оставшиеся деньги на помощь нуждающимся на дело миссии и служения. Не ограничиваясь Барнаулом и окрестно-сибирскими городами, Игнатий по крайней мере раз в год во время отпуска до ареста он работал сторожем. Предпринимал вместе с кем-нибудь из друзей миссионерское путешествие. Казахстан, Украина, Средняя Россия, Прибалтика. Где только не пролегали его маршруты. Квартиры друзей, молитвенные дома баптистов, адвентистов и пятьдесятников, дворы православных храмов, обращенные в музеи церкви, вагоны поездов, комната милиции в московском метро. И всюду общение с новыми и новыми людьми. Проповедь, проповедь, проповедь. Игнатий всегда старался поддерживать максимально близкий контакт с духовенством. Одно время он был частым гостем и в епархиальном управлении. Уговаривал и наедине увещевал знакомых батюшек. Обновление, оживление приходской жизни, безбоязненное и свободное общение священника с прихожанами. Введение более строгой церковной дисциплины. И главное, усиление евангельской проповеди. Вот на что были направлены его усилия. Результаты, как нетрудно догадаться, были весьма разные. От самых внутренних и глубоких, включая всенародное покаяние двух священников перед их паствой, до таких вот, скорее комических. Гм, опять Игнат пришел, придется проповедь, говорить, а то ведь накапает владыки. Вздыхает местный батюшка, отодвигая пальцем завесу и с неудовольствием взирая сквозь завитушки царских врат на слишком хорошо знакомое бородатое лицо в толпе прихожан. Но что до того, как бы ни проповедовали Христа притворно или искренне, я и тому радуюсь и буду радоваться. Так ведь говорил когда-то другой неутомимый миссионер, во многом послуживший образцом для златоуста со второй строительной. Как окрестили Лапкина в статье «Алтайская правда». Филиппийцам 1 глава 18 стих. А почему собственно златоуст? Не только корреспонденту пришла в голову это действительно необосновательная аналогия. Впервые ярлык секты златоустовцев налепил на друзей Игнатия настоятель Барнаульского храма. Дело в том, что издательская деятельность Лапкина, которая затем привела его в Барнаульскую тюрьму и в Жанатас начиналась как раз с записи всех творений святого Иоанна Златовуста в русском переводе на 62 магнитофонных катушках около 600 часов звучания. Замысел был таков. Во-первых, лучшего способа размножения религиозной литературы в провинции не найти. Пишущая машинка это очень малая скорость, дороговизна, полуслепые экземпляры и неизбежные опечатки. Во-вторых, не все умеют читать. Да-да, православные бабушки в Сибири. Не все могут много читать слабое зрение, особенно у пожилых. Не все наконец любят читать, не все приучены. А кто же откажется сесть поудобнее, нажать кнопку, закрыть глаза и слушать. Да не кого-нибудь, а я на златоустах. Или что мешает слушать проповеди и житья за повседневной домашней работой? В-третьих, когда человек читает книгу, он обычно один. А вокруг монитофона как бы сам с собою возникает кружок слушателей. Почему бы не пригласить еще соседей? И вот деревенские посиделки превращаются в прослушивание. Успех магнитофонизации стал превосходить все первоначальные ожидания его изобретателя. За кассетами стали приезжать издалека. Просили их отовсюду знакомые, знакомые знакомых и просто прослышавшие. архиереи, священники, монахи, причетники и миряне, молодые и старые, православные и неправославные. Образовалась очередь. Находились и те, кто говорил, за любые деньги. Но в этом отношении Гнатия безускоризненной строгостью держался правило, принято как обет в самом начале. Весь труд только ради Господа. Абсолютно бескорыстно. Ни копейки себе. Более того, неимущим складчину приобретали магнитофоны. Тоже для общего пользования. Бесплатно давали записи. Магнитофонизация началась со Златоуста. Но им, конечно, не ограничилось. Начитаны и размножены были Библия, Жития святых с 1 по 19 века, Добротолюбие, Лествица, Исповедь Блаженного Августина, о подражании Христу Фомы Кемпийского, книги проповедей отца Дмитрия Дудко, Исторический путь православия, Шмимана, апологические книги баптистского автора Рогозина, В 1986 году полная каталогизированная фонотека лапкинских записей оставляла около 200 кассет. Это более, чем на два месяца непрерывного звучания. Игнатий, как, впрочем, и Златоуст, не смог ограничиться чисто религиозной тематикой. наговорил он и архипелаг ГУЛАГ с собственным послесловием и посланием патриарха Тихона. Собрал и размножил записи своих бесед с верующими, включавшие их в воспоминания о годах репрессий. Писал стихи, в том числе и провождя мирового пролетариата, как будет позднее сказано в следственном деле. В круг интересов Лапкина входили вообще очень разные темы, в частности такие, которые мне весьма не симпатичны. Так, в 1978-79 годах он размножил кассеты «Тайна беззакония в детстве», в основу которых были положены апокалиптические интерпретированные протоколы сионских мудрецов. Ах, не хотелось бы мне и говорить об этом теперь, но придется, а то уж и вовсе я перейду в жанр жития или акафиста. Всем этим Игнатий занимался, не таясь по справедливости, не видя в своих делах ничего преступного. Последствия заставили себя ждать, пожалуй, дольше, чем можно было думать. Однако в мае 1980 года он был арестован и пробыл до октября под следствием по статье 190-1, а потом был внезапно освобожден после того, как подписал заявление, что больше не будет размножать произведений политического характера. В справке, с которой он вышел из тюрьмы в графе причина освобождения было написано ввиду переменившейся обстановки. При этом представитель КГБ сказал, что против чисто религиозной деятельности Лапкина никаких возражений не имеется. Златоуста своего размножай хоть мешками. Почти всю фонотеку изъятую при обеске в тот раз вернули кроме конечно архипелага еще некоторых вещей. За последующие пять лет Игнатий еще улучшил свою техническую базу и действительно размножил не один мешок магнитофонных пленок. Это был и Златоуст с другими прежними записями и проповеди полюбившего Игнатия Стокгольмского радиопроповедника Яроса Пейсти новой книги Дудко труды отца Геннадия Дещенко трагедия русской церкви Ригельсона свою подборку житей он завершил включив в нее материалы о новомучениках известных самиздате книгу отец Арсений и другое слово данное в тюрьме держал но видно обстановка вновь переменилась и 9 января 1986 года Игнатия опять арестовали в тот же день во многих городах страны прошли обыски более чем у 30 человек были изъяты многочисленные катушки с записями Златоуста со всем прочим вновь упаковали в мешки с печатями мы опускаем заключительную часть очерка о последующих событиях читатель узнает от самого Игнатия Лапкина Николай Балашов Москва Август 1988 год Заголовок Игнатий Лапкин победитель коммунизма Лапкин появился в барнаульских редакциях 10 лет назад как только вышел из тюрьмы он выглядел как и сейчас в кирзачах пальто и старой некогда кроличьей шапке и хотел в общем-то того же чего хочет и сейчас чтобы все жили по совести 10 лет назад эта идея была антикоммунической и подрывала устои тоталитарного общества поэтому Лапкин был в моде Лапкину в жизни досталось хотя был у него шанс избегнуть божьей стези и жить как все был бы сейчас одним из сельских пенсионеров мастеровитых домовитых ожидающих денег от власти и писем от внуков но внуков нет а от власти Лапкин ничего не ждал и не ждет он у власти требует советскую власть Игнатий Лапкин не любил с детства потому как родители и бабушка много плохого о ней рассказывали семья переехала в Сибирь в 20-е годы разжилась жнейки лобогрейки скот но тут и грянула коллективизация семье досталось от советской власти в день смерти Сталина Игнатий спросил бабушку чего она плачет ведь он же зверь моих детей съел отвечала бабушка Лапкин рос бойцом он готовился мстить учился стрелять ходил в секцию бокса отлично плавал по его словам если бы Господь не нашел меня я бы давно сложил голову кипящий разум требовал пути дело и очень и очень вовремя Лапкин посмотрел в сельском клубе на Дальнем Востоке где служил в армии фильм отверженные когда арестовали похожего на Жанна Вальджана человека Вальджан себе говорит тысячи людей будут благословлять Бога за то что я делаю как мэр города но внутренний голос возражает но за тебя невинно сидеть в тюрьме и Бог не услышит благодарственной молитвы тысяч а услышит воздыхание одного и проклятие пойдет на тебя разве не было другой цели как спасти не жизнь свою но душу не жизнь свою но душу вот эта фраза меня пробила я 7 раз смотрел фильм и 7 раз прочел роман и не видел ничего кроме этих слов из фанатика вместе он стал фанатиком веры потому как он просто не умеет делать что-то в полсилы я всегда был максималистом всегда хотел быть лучше самостоятельно изучал языки и когда учился в мореходном училище добился чтобы мне разрешили сдавать три курса в один год причем на любом из трех языков немецком французском английском я всеми владел Лапкин семимильными шагами шел по пути познания мира и человека в армии я исследовал я исследовал все политические системы тогдашнего мира и нашел что самое лучшее справедливое что придумал человек это фашизм выше Гитлера на земле человека нет но при одном условии если нет Бога если в человеке нет божественной души если нет в человеке души если ничего не вдохнув человека Господь то Гитлер был прав надо убивать идиотов надо убивать слабых все по теории Дарвина селекция улучшение породы но Бог есть и значит Гитлер не гений а сатана в человеческом обличье Господь Бог был в душе Лапкина всегда но долго дремал по собственным словам Игнатия Тихоновича он и немного пил и дрался Бог искушал и его тело как говорил сам Игнатий Тихонович об одном из дней своей юности приходила учительница но Бог меня спас вера вера стала для Лапкина способом борьбы методом сопротивления где крестное знамение как постанческий символ в те времена достаточно было не отрицать существование Бога чтобы власти заинтересовались тобой Лапкин делал больше он говорил что Бог есть он свидетельствовал рассказывал о Боге еще в армии он за веру загремел психушку это уже само по себе было диагнозом а так как Лапкин отрехся от веры то и справку ему дали неизлечим вяло текущая шизофрения врачи сказали только смерть снимет с вас это пятно но раньше погиб строй так кремивший строптивых рабов диагноз сняли во время перестройки я любил море ужасно как мы жили в море мне это все было очень дорого но однажды вечером уверовал вернулся на корабль стал молиться и утром вся флотилия знала Лапкин сошел с ума вот так по-житейски это произошло однажды вечером уверовал а в советской россии верить в бога не советовалось и проповедь верой каралась неукоснительно Лапкина уволили с флота и власть принялась гонять его под социальной лестницей достаточно высокообразован для своей страны и своего времени в 60-х годах с 10-летним образованием со строительным техником за плечами Лапкин еще в армии был прорабом в частности инспектировал строительство ракетных точек Дальнего Востока Игнатий оказался не нужен стране и выше плотника не поднимался плотником ему еще позволялось быть да и то однажды уволили через 6 часов после того как приняли на работу жену его выгнали с работы она была учительницей начальных классов при коммунистах она могла работать только уборщицей что ж в этом есть мрачный большевистский юмор хотите страданий нате вам полной ложкой 40 лет началась полоса арестов к тому времени стало ясно что Игнатия не обуздать не проконтролировать ни к одной религиозной организации которым власть разрешила существовать официально Лапкин не промыкал так как компромисс с властью был для него неприемлем соблюдать лапкинскую чистоту тем труднее что здесь обязательно не только замечать зло творимая власть но и реагировать сопротивляться церкви дано право только страдать и умирать вот так в своем одиночестве стал уже выходить за флажки организовал на дому целый цех по размножению религиозных текстов большевики ленинцы организовали типографии Лапкин напирал на звукозапись слово божие на слух сильнее Лапкин начитал тексты священного писания жития святых и на 15 магнитофонах размножал запись рассылал все бесплатно деньги же зарабатывал руками как клал печи печка стоила 35 рублей в день Лапкин мог сложить от пола до трубы две печи деньги получались немалые в частных домах Барнаула и по сей день наверное много печек сложенных Игнатием деньги шли на слово божие эта власть может истерпела бы но Лапкин принялся размножать еще и архипелаг ГУЛАГ было у Лапкина маленькое развлечение все равно что интернационал петь под оделом он шел к церкви давал бабулькам порублю и говорил молитесь за возвращение раба Божьего Александра и бабушки молили Бога о возвращении в Россию Александра Солженицына в конце концов железные нервы большевиков не выдержали Лапкина забрали в первый раз его взяли с 80 продержали три месяца психушки и выпустили основательно судом и лагерем Лапкин загремел в 1986 году сидел в казахском лагере Жанатас шил фуфайки 15 минут на обучение а потом надо давать норму 23 фуфайки как там говорил Макаренко трудом наказывать нельзя нельзя зато можно загонять особенно когда за невыполненную норму снижают пайку к истинно истово верующим при советах отношение было опасливо уважительное одновременно они заразны ли да и ты поглянь при этом весу Лапкину добавляло и то что посадил его КГБ двойственное и странное это почтение не раз выручал Лапкина его не били было такое наказание у начальника Жанатаса бил он шлангом и больше 20 ударов не выдерживал никто вот только отбритья веры не уберегла отбритья веры не уберегла брыли Лапкина всегда насильно когда Лапкин стал доходить сочувствующий врач положил его в больницу а потом в столовую принесли свежую газету в которой было объявлено о помиловании по статье 70 и 190 прим за антисоветскую агитацию как говорил Лапкин я прочитал и кричу мне второе не надо я иду на свободу его выпустили в считанные минуты еле живого помирать а он не помер он гремел сапогами на этажах газет насмехался над иереями и припоминал корреспондентам их репортажи он подавал в суд на власть и требовал возместить ущерб конфискованные магнитофоны и пленки он распространял библию переписывался с западом он поехал на то место где некогда было его родное село потеряевка и устроил там детский лагерь сначала из шалашей потом командующий сибирским военным округом дал палатки теперь там снова деревенька все хорошо кто знает Игнатий Лапкин вряд ли сам ожидал той скорости с которой рухнул колос советской власти он готовился к долгой борьбе он готовился передать эстафету он берег силы и вдруг дистанция кончилась с тем же пылом Игнатий нынче чистит ряды своей общины требует соблюдения всех правил от людей которым бы чего попроще так видно Лапкин был не против советов даже а против той маленькой обывательской вселенной которую каждый устроил в своей душе и вот в этой схватке Игнатию не победить Сергей Кочевников Тепляков свободный курс 16 октября 1997 год страница 10 псалом 21 с 10 по 12 стих но ты извел меня из шрева вложил в меня уплывание в грудей матери моей на тебя оставлены я тут тробы от чрева матери моей ты бог мой не удаляйся от меня ибо скорбь близка а помощника нет заголовок Лапкин призывает не мстить известный на Алтае православный проповедник Игнатий Лапкин своей газеты не имеет но общается с миром сообществом достаточно интенсивно посредством постоянно выпускаемых тематических листовок за последние месяцы три таких воззвания принес Игнатихноч в нашу редакцию одно из них обращение посвящено традиционным для Лапкина требованиям к отцам настоятиям служить в церкви согласно требованиям священных книг и вселенских соборов прямо скажем Лапкин умеет сжечь глаголом трусость и корысть корысть и трусость этим больна страна и трижды больна православная церковь нынешний священник не пастырь и не отец а лишь жиреющий на грехах народа наемник далее Лапкин говорит о недопустимом упрощении церковных обрядов и снижении требований к служителям из 719 правил соборов которыми должна регламентироваться жизнь церкви сегодня ежедневно во всех храмах целенаправленно попираются отвергается 413 правил малолетки безусые ставятся в священники а правила 14-15 6-го вселенского собора извергает их из сана в дьяконы прополагать не ранее 25 лет а вопресвитеры священники не ранее 30-летнего возраста особый разговор о нетребовательности священников позволяющих любому с улицы правителю рекетиру разраднику без оставления им греха без эпидемии приступить к причастию в чем Лапкин давно прав церковь России становится одним из бюрократических институтов общества списком обязанностей которые надо исполнять при определенном пожелании в обществе положении в обществе на западе религия уже давно встроилась в государственную машину и там видно нет Лапкина чтобы попытаться вздохнуть вдохнуть в веру душу душу так Игнатий пытается здесь раздуть костер из угольев а уголь то еще хотя бы дымят следующий текст озаглавлен Грозно Алтай запрограммирован на войну это собрание цитат из священных книг по которым получается что именно Алтай станет ареной последней великой битвы между добром и злом так как у Лапкина добро это святая вера а зло это большевизм его методы то приходится признать что почта для такого столкновения на Алтае нет третий документ называется последнее слово но будем надеяться таковыми и являться этот текст бомбообразней прочих судите сами от коры до центра русская земля пропитана страдаческой кровью гениальные смелые самые трудолюбивые погублены смрад уже не от тел от душ мысленно воскресите время вывейте из сравнений и поставьте рядом военных до октябрьского переворота и нынешних учеников 10 класса тушников и гимназистов царя и президента сравните едет император всея Руси Александр I один в коляске доступный террористу едет по России один Николай I без охраны ходил по своей стране президент Латвии ульманниц всегда пешком со слугой и везде на покосе в лодке рыбака на свадьбе родной желанный гость для сравнения у президента России Бориса Николаевича Ельцина сегодня в охране 650 человек только у тела 44 охранника у президента США Клинтона 1500 человек охраны святой Иоанн Златоуст говорит что ничто так не доказывает что будет суд Божий как существующая несправедливость так как здесь на земле нет справедливости и домры быть невыгодно а Бог сотворил мир по любви и не может допустить несправедливость не наказанное зло то совесть разум вопиет да коли Господи не мстишь им и когда же восторжествует справедливость во всем и тихий ответ Божий Римлянам 12 глава 19 стих не мстите за себя возлюбленные но дайте место гневу Божию ибо написано мне общение я вас дам говорит Господь не нужно мстить ни белым ни красным ибо все мы черные от греха обид и зла осуждения и ненависти таков Лапкин слова его для кого-то зерно для кого-то камень или росток или рана чем больнее тем доходчивее Сергей Кочевников свободный курс 26.03.1998 страница 14 футбол